Пожалуй, самой громкой темой из обсуждаемых в Верховной Раде сегодня стало вчерашнее задержание при попытке передачи взятки охранника, народного депутата от БПП, Борислава Розенблата. В куларах говорят, что деньги предназначались еще одному народному избраннику. Кому и как объяснять ситуацию сам Розенблат, мы об этом поговорим чуть позже. А пока о львовском мусоре, которым сегодня пахло и в парламенте, и возле администрации президента, во Львове свои акции протеста начали Ольга Березюк и Александр Сыроид. Кто они и чего требуют, узнаем от Галины Якушко. Возле здания Львовского горсовета женщина в широкополой шляпе расположилась с самого утра, устроилась на раскладном стуле. Это Ольга Березюк, чиновница обл. администрации, однофамилица Олега Березюка, который объявил голодовку в Киеве вчера. Он протестует против действий центральных властей. Мол, они решают проблему мусора в городе. Ольга Березюк тоже объявила голодовку, но уже против безхозяйственности мэра Андрея Сыдового. Ближе к обеду проведать Ольгу пришел сам мэр. Но Сыдовый только обещает, но уже ведет переговоры с Николаевым и другими городами, чтобы те снова принимали отходы. Ольге предлагает звонить ему в любое время, а то и заходить он рядом в рабочем кабинете. О состоянии здоровья голодающего в Киеве Сыдовый тоже знает. Олег Березюк расположился возле здания администрации президента, прямо на ступеньках. Здесь народный депутат уже вторые сутки пьет только воду. Сегодня рядом с ним коллега по фракции Оксана Сыроид. И тоже голодает. Тут есть протест. Протест против свавилья, державы. В частности, против того свавилья, которое они совершили в Львове, уже продолжили больше, чем в год. Приниживая львовьян и держа их в смяте и углозе. Во Львове не растерялись, и под вечер голодающих тоже стало двое. К ратушу пришел никому неизвестный активист Александр Сыроид. Тоже против действий львовского мэра. К новому участнику акции в Садовый уже не приходил. Вместе с Уляной Супрун он инспектировал мусорные площадки города. Напомню, мэр не раз требовал ввести чрезвычайное положение, но вывод Супрун – ситуация не критическая. Большинство места не есть заваленные смяты. Я думаю, что, как мы сможем вместе работать, не нужно надзвычайного состояния. Потому что это, на самом деле, очень большое перевантажение на всех людей, как надзвычайный состояние. Из Соединенных Штатов на происходящее отреагировала вице-спикер Ирина Герашлинг. На своей странице в Фейсбуке она написала, что одна из фракций устроила настоящий шабаш у стен администрации президента. А вот премьер-министр от мусорной проблемы, похоже, уже устал. Вчера, под час украинского селектора, я вернулся до всех мэр в мест, допомогти Львову вырешить проблему со смятами, пока Львов будет строить полигон. Завтра я направляю туда вице-премьер-министр с вопросом регионального развития ЖКХ Геннадия Зубка. Он возглавит группу чиновников, которая вместе с областной властью поможет найти выход. Глина и Кошки, Юрий Колобенко. Подробности телеканал Интер. Львов.